Девушки отдыхают У меня сегодня дежурство И что ты делаешь? За Керком, кажется, ухаживать идем Я что-то вроде часового, на случай чрезвычайных происшествий А ты что здесь делаешь? Рылся и в юридических фолиантах в деле Дэвида Лорана столько необычного Ты сам необычный? А почему ты так поздно занимался этим? Ты можешь работать всю ночь, а я тоже Я привыкла? Ты Дана, твой муж вряд ли Странно, что Марк не возражает Стреляли? Что случилось? Минкс пальнула в него дробью Нужно вызвать вашего врача Что здесь происходит? В него стреляла Минкс Локридж Папа, присядь Нет, нет Он не может, ему туда попали Мэйсон, предупреждаю тебя Но тебе же очень больно Мэйсон, сходи, позови Мэри Папе она больше нужна, чем Керт Мне надо на что-нибудь опереться Си-си Мэйсон мне все рассказал Первым делом вам надо сесть Мэри, если ты посмотришь повнимательнее, то поймешь, что сесть мне трудно Я это понимаю, но вам придется лечь, чтобы доктор мог удалить дробь Иден, Марк в доме для гостей, позови его, пожалуйста Да, сейчас Для Иден нашли дело? А чем я могу помочь? Для тебя тоже есть дело, Мэйсон Какое? Перестань ухмыляться Как дела? Заканчиваем, но еще немного поболит Ну как, порядок, отец? Что может значить небольшая боль в задней части По сравнению со счастьем видеть Локриджа нищими? Мэйсон, прекрати Извини, у меня просто в голове не укладывается, как это Минкс Локридж так отделала отца С ума сойти Меня не отделали, Мэйсон Я сделал ошибку, пытавшись урезонить эту женщину Интересно, как же ты ее урезонил, если она сумела выстрелить тебе в спину Ты что, хотел сбежать от нее? Мэйсон, оставь его в покое Мэри, подвинь, пожалуйста, лампу В чем дело? Все нормально, не двигайтесь С этим оборудованием трудновато работать Если бы вы разрешили отвезти вас в больницу Об этом не может быть и речи Ты отлично справляешься Да, доктор, мой отец в больницу не поедет Если пресса пронюхает, что Си-Си Кэппелл там Начнутся вопросы, и что мы им скажем? Что он ранен в юго-восточную часть тела В ходе смертельной дуэли с женщиной, которая ему в матери годится Мэйсон, твоему отцу достаточно плохо и без твоих комментариев Мэйсон, уйди, убирайся отсюда Друзья, римляне, соотечественники Вон! Ну вот, кажется, все Мэри, ты можешь идти, я закончу сам Иден, с отцом все будет в порядке Я знаю, с ним все будет хорошо Ты о Керке беспокоишься? А почему ты не хотела сегодня спать в одной комнате с ним? Я неважно себя чувствую Иден, ты не похожа на больную Мэри, пожалуйста, не спрашивай, я не смогу тебе ответить Извини Не извиняйся, это я должна извиниться Когда-нибудь я все тебе объясню А пока можно мне задать тебе один вопрос? Конечно Ты знаешь, новую ночную сиделку, Керка Как ее зовут? Грейс Морган? Морган, а не Санчес? Нет, Грейс Морган Он понял, что я говорила не с ней Иден Я сейчас вернусь Я так давно мечтал об этом Я люблю тебя Я люблю тебя Грейс Морган Грейс Морган Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня сейчас период приспособления. К чему? К замужеству. Я не подозревала об очень многих вещах. Если б я была поопытнее в семейных отношениях. Иногда мне просто страшно. Чего же ты боишься? Я никогда не был поклонником Марка, но всегда думал, что вы подходите друг к другу. Ты его боишься? Нет, Марка, я не боюсь. Чего же тогда? Я не хочу, чтобы наш брак распался. Мэри, вы же умные, тонкие люди. Вы любите друг друга. Как же ваш брак может быть неудачным? Вы же любите друг друга. Все не так просто. Мало просто клясться друг другу в любви. Любовь нужно доказывать. Не понимаю. Я и сама не понимаю. Мэйсон, я не могу объяснить. Не можешь или не хочешь? Большего я сказать не могу. Есть вещи, которые касаются только нас с Марком. Мэйсон, я, кажется, уже просил тебя уйти. Мне нужно было кое-что посмотреть в библиотеке. Ты мог взять книги и уйти. Уходи. Как он деликатен. Мэри на дежурстве, а твои исследования ей мешают. Хорошо, папа. Я возьму книгу и уйду. Ты знаешь, где меня найти. Спасибо. Рассказать правду – это не всегда предательство. Иногда это спасение.